подземелья. Воздух поверхности казался нам невыразимо свежим, пьянил. Но эйфория, в которой пребывал экипаж, объяснялась не этим. У нашего путешествия появилась настоящая цель. Её дал нам сигнал из правительственного бункера на Урале. 20 лет мы считали, что нет больше ни правительства, ни президента, ни армейского командования. Оказывается, все они спаслись. Только где они были, пока мы жрали друг друга в подземельях метро? Когда доберемся до Ямантау, мы обязательно спросим об этом. Только доберемся ли? То, что когда-то было нашей страной, теперь, по словам Мельника, захвачено врагом, и нам придется прорваться с боем. Маленький отряд против оккупационных армий. Каковы шансы получить ответ? Ты как, родной? Ничего не застудил? Держи, разморозим тебя немного. Как думаешь, каковы наши шансы добраться до Ямантау? Отец только и думает об этом. Как заслужить прощения, вернуться в метро и зажить своей прежней жизнью? Той жизнью, от которой ты всегда бежал. А я... тебе не верила. А сейчас вот смотрю на туман и думаю, что за ним наша новая жизнь. Мы, кстати, скоро уже будем подъезжать к мосту. Ох ты! Костер! Люди! Там люди! Тормозите! Огневой контакт! Четверо! Дрезина! Всем в рубку! Общий сбор! Артем, давай бегом в рубку! Артем, ты как, цел? Нет, коронёта, давай! Один цилиндр на карте! Насколько всё плохо? Двигаться можем? Нет, приехали! А, проклятие! Мой блокпост чей-то в тумане не заметили. Кто охранял? Форма чья? Ничья. Они в ватниках. Старичьё какое-то. Старичьё? Да. Это их внешний периметр могут для маскировки кого угодно поставить. Хоть парт с детьми. Мы что, до них добрались, товарищ полковник? Гарантии нет. Но вообще странно, что не раньше. Так, часовые эти на дрезине чешут к мосту. Там у них укрепления какие-то. А вот тут, похоже, гражданские. Деревня и церковь на воде. Так, нужны данные. Артём, я тебе на карте пометил. Дуй туда. Узнай, что у них на мосту. Если получится языка, взять ещё лучше. Аня, прикроешь его. Есть! Может, и я с Артёмом? Как усиление? Нет. Пока в ситуации не разберёмся от Авроры ни на шаг. А они в паре уже работали. Справятся. Ермак, когда сможешь починить Аврору? Пока не знаю. Может, день? Может, больше? Пошли, Артём. Понял. Действуй. Орден, слушай мой приказ. Аврору подготовить к обороне. Стёпа, Дамир, ставим периметр. Так, есть. В бедной мастерской. Поле вечно иззаменимое. Инструкция внутри. Есть. Да, материалы уж извини. Ха, и сам собирай. Пойдём, Артём. Вы там осторожнее только. Ладно. Странный блокпост этот. Из говна и палок. Не очень-то они были на солдат похожи, а? На регулярную армию. Деды какие-то. Осторожно там. Помните, большая часть страны или уничтожена врагом, или оккупирована. Даже те, кто говорят по-нашему, возможно, не наши, порабощены врагом или служат ему. Ясно? Слышишь, колокол? Вот мы на них, небось, страху навели. Хотя, может, конечно, это рабы их. Или ещё что. Спускаемся. А, ух ты. Здорово. Слышал? Проверишь, что там? Проверишь, что там? Пока ты был внутри, я тут осмотрелась. Смотри, опоры Лэб. Для снайпера места лучше и не найти. Идём туда. Вот так вот. Вот так вот. Ага, лодка. Купаться тебе значит не придется. Местные видимо в основном по реке передвигаются. Ага. 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 А ты как, цел? Жаль, что обескровенную путь. И, ну, и, ну, и… Слышишь? А, правда? Что это? Капец? Ты как, цел? Жаль, что обескровенную путь, а это не виноват. Сон… Промогу. Что? Ты как, цел? Жаль, что обескровенно? Уйти не вышло. Теперь они еще сильнее нас возненавидят. Ладно. Артем, я встретила Катю и Настю. Увидимся на Авроре. Сверься с картой. Тебе туда, похоже, сейчас будет проще доплыть, чем пешком. Артем! Сюда! Сюда! Руку добавь! Это, блядь, что было? Кит? Ух, и здоровый сволочь! 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 Катя еще и медсестра, кстати. Катя, спасибо вам за сведения. Но я хотел бы задать вам еще один вопрос. Да, да, конечно. Что вам известно об оккупационных войсках? А, простите, не понимаю, о чем вы. То есть иностранных вооруженных формирований вы не встречали? Простите, нет. Ну, мы нигде особо и не были. Глушь одна-то и только. А, понял. Артем, подойди-ка. Артем, спасибо вам. Если бы не вы, нам бы точно не уйти. А так они все отвлеклись. А там и Аня нас встретила. Да, дядя Артем, спасибо. И жена у вас хорошая, добрая, красивая. Вот. Вот, Артема. Артем, подойди, пожалуйста. Артем молодец, что спас их. Катерина сообщила нам важную информацию. В порту вскрывается некий крест. Механик. Его помощь нам необходима, чтобы привести Аврору в порядок в разумные сроки. Ермак один не справляется. Так что, как будешь готов, давай в порт за крестом и сразу обратно. Будем думать, что с этими святошами на мосту делать. А теперь мы точно знаем, что мост в работоспособном состоянии. Они по нему сюда год назад перебрались. Но хоть что-то знаем. Потому что в целом только запуталось все сильнее. А, оккупантов именно здесь может и вовсе не быть. Они наверняка держат только ключевые районы. А, в любом случае, добравшись до Ямонтау, мы узнаем все. Из источника высочайшего. Нам с ней всем повезло. Знаешь, как она стреляет? Хорошо бы твоя мама с нами поехала. Была бы у нас команда. Одна леся, другая калечет. Продолжение следует... 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 Связь там неважная, одни помехи. В общем, если встретишь его, получишь последние данные по окрестностям терминала. С Аней и Степаном сговорились, небось. Да я за этих двоих не меньше вашего переживаю. Просто не факт, что здешние святоши хуже того, что нас ждет впереди. А, ну ладно уж. Молодцы, что батю уломали. Аня, спасибо вам с Артемом, что помогли нам. Без вас не знаю, что с нами было бы. Проклятое здесь место не иначе. Еще и сила антиэдот. Кате, не стоит раньше времени благодарить. Можете только Артему удачи пожелать. И вам, Степа, спасибо. Да что вы, не стоит благодарности. Дядя Артем, дядя Артем, вы ведь на задании, да? Я попросить хотела. Вон там баки большие. Если встретите там моего Мишку, принесите, пожалуйста. А? Его демон украл. Летающий, страшный. А они там живут. Он демонятов своим унес, наверное. А я сильно по нему скучаю. Хотела в гости пойти, но мама не разрешает. Там ведь электрические демоны тоже есть. Правда, правда. Они ночью появляются. И светятся. Красивые. Артем, я ведь тебя так и не поблагодарила, как следует за то, что ты меня из того подвала вытащил. Знаешь, я когда туда провалилась, даже не испугалась. Потому что знала, что ты придешь и спасешь меня. Спасибо, любимый. Ну, беги. Артем, ты же к терминалу? Может, князя встретишь? У него там НП на мосту в вагоне. Так что ты его расспроси, что да как, чтобы не ломиться с шашкой наголо. Ну, ты понял. Ну и еще. Вон вышка справа, видишь? Видел там людей? Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Каменитая, я же не знаю, что это такое.